Всем привет, меня зовут Игорь, алкоголик. Привет! Юбилей у меня 4 года, и как всегда, когда круглая какая-то дата, у меня такое двоякое чувство. С одной стороны, кажется, что это капец как много. Для меня это действительно много. Целых 4 года это раз в 10 больше, чем я раньше мог вообще оставаться трезвым. А с другой стороны, настолько это недавно было, время так быстро пролетает, что я до сих пор помню даже, как от меня воняло, в какой я одежде был, в каком я состоянии сюда пришел, каким я потерянным был и так далее. То есть все это как будто бы совсем недавно. Очень приятно, что сегодня новичок есть. Это для меня такой знаковый момент. Я когда пришел на свою первую группу, тоже был юбилей с Валерой из Нитании, праздновал юбилей свой. И я буду рассказывать, ну вот я не хочу рассказывать там подробно по всем фактам, родился, женился там, по такому шаблону. Я хочу просто на такие части условно поделить для себя. И для начала рассказать, почему я называю себя алкоголиком. То есть мы вот все на группу приходим, да, и называем себя алкоголиком. Я расскажу, почему у меня так. Тоже не хочется рассказывать, как я начинал. Там у меня, как и у большинства, наверное, там с подросткового возраста, там неблагополучная семья и все дела. Я просто расскажу так по фактам, чтобы было понятно, да. Где-то в 15 лет у меня был мой первый запой, там 9 дней я бухал. В 16 лет я валялся в сугробах пьяный, я обмораживал себе руки. Примерно в этом же возрасте я попадал в милицию за кражу. Ну, естественно, все там по пьяни. Потом в армии я служил с 18 до 20 лет, и неоднократно там меня привлекали, наказывали, я даже там бухал. У меня даже в армии не было там промежутков больших. Я служил два года, но у меня там даже и месяца, наверное, перерывов не было. Я там постоянно находил возможности, даже там набухивался. Ну и, короче, всю жизнь, где бы я ни находился, я всегда бухал. Я вот недавно такую вещь одну услышал, что такое для алкоголика реальность, в которой все люди живут, да, и мы сейчас живем. Для настоящего хронического алкоголика реальность – это галлюцинация, вызванная недостатком алкоголя в крови. Такая тема интересная, да. Я когда эту вещь услышал, я думаю, блин, как же это сильно отражает то состояние, в котором я жил в употреблении. То есть это действительно так было. Со временем, да, когда я набирался своего алкогольного опыта, да, у меня действительно как будто бы строился какой-то свой мир. И он все реальнее и реальнее казался. Вот ты бухаешь, да, ты становишься другим. У меня это так было. То есть я когда поначалу, вообще из-за чего я начал бухать, да, потому что когда я бухнул первый раз, я понял, что у меня проблемы все исчезают, все комплексы куда-то исчезают. Я могу свободно общаться, как бы у меня все легко стало происходить. И дальше, чем чаще я прибегал к этому употреблению, да, тем как бы четче и интереснее мне казался вот этот мир алкогольный, в котором я находился, когда бухал. И получается так, что со временем, как бы, реальный мир, он для меня казался таким менее осязаемым уже. А вот этот вот алкогольный, в котором я находился, когда я бухал, да, он более был для меня приятным. Ну, поначалу, по крайней мере. Потому что вот эти все проблемы, которые у меня там были в реальности всегда, какие-то работы, какие-то бытовые вещи, постоянно все грузило, парило, но я знал, как мне это все облегчить. Я знал, что если я выпью, то я сразу попаду в то свое измерение, которое я там себе построил, где я там крутой чувак, вот где у меня все получается. И самое интересное, что иногда действительно получалось по пьяни, там некоторые вещи получались, которые по-трезвому я не смог бы сделать. Там, о какой-то вещи где-то с кем-то договориться или что-то там по работе. Часто бывало, что я с людьми работал там, в торговле, еще где-нибудь. И часто бывало, да, что я по пьяни какие-то вещи совершал, а потом думал, блин, я же трезвый, так не могу. Значит, я когда бухаю, я вот настоящий, я раскрываюсь. Там, все мои, весь мой скрытый потенциал, он выходит наружу именно когда я бухаю. Поэтому вот настоящий, когда я пью. Вот, у меня же жена однажды после запоя спросила, она плачет, она говорит, я тебя не понимаю, ты какой-то вообще настоящий. Когда трезвый или когда пьяный? Я говорю, конечно, когда трезвый, ты что? А сам думаю, нет, когда я пьяный, тогда я трезвый. Настолько привык уже врать, я всегда подстраивался под то, чтобы говорить то, что от меня хотят не слышать. И так всегда было. Я менял десятки работ, я никогда долго нигде не задерживался. Это реально были десятки работ, более 20, ну точно, это из того, что я вспомнил уже в трезвости. То есть я просто физически не мог долго задержаться. У меня, как правило, там, как правило, я работал в промежутках между запоями. То есть я вот ухожу в запой, да, бухаю, там у меня долгие не были запои, там, ну по нескольку недель, как правило, до месяца, там. Я, короче, бухаю в запое, естественно, меня увольняют, я потом очухиваюсь, прошу там у жены прощения, там, стою на коленях. Нахожу себе новую работу, пару месяцев работаю, терплю, держусь прям, как бы думаю, что всё, новая жизнь началась, не буду пить, всё будет хорошо в этот раз, короче. Я опять ухожу в запой, и вот так десятки раз. Это был какой-то кошмар, просто постоянно всё одно и то же. Ну как, не одно и то же, да, обстоятельства там по мелочи плюс-минус меняются. У меня даже сейчас в связи с этим проблема, да, мне в последнее время кажется, что я в такой рутине живу, потому что у меня одинаково всё настолько. А на самом-то деле у нормативных людей, у всех практически так. А мне просто непривычно, потому что у меня всегда всё менялось. У меня какой-то сериал вообще по жизни был, то одно, то другое, там, одни друзья, другие появляются, третьи. Работы постоянно меняются, коллективы, коллеги там меняются. И, наверное, от этого мне бывает немножко скучновато иногда. Но я это, я как бы считаю это за адаптацию такую к нормальной жизни, которая до сих пор ещё продолжается, несмотря на то, что 4 года, да. Короче, никакой стабильности в жизни не было. Помимо того, что начал страдать я сам, вот мне, не всегда мне было приятно в том мире, который я там построил по пьяни для себя где-то в своей голове, да. Потом начались такие моменты, когда я стал понимать, что это действительно мне мешает. Когда я увидел, как плачет моя жена, когда я увидел, как это-то начали страдать мои дети. Когда я увидел, что хорошие люди желают мне добра, а я поступаю как-то по-своему. Когда я в какие-то моменты просветления стал это осознавать, я понял, что у меня проблемы. И это было задолго ещё, очень задолго до того, как я по факту протрезвел. То есть я к осознанию своей проблемы, я пришёл давно, но осознание, оно мне никак вообще не помогло. И у нас в книге об этом написано тоже, что осознание своего положения, никакие знания, никакие личные убеждения, никакая теория, она вообще никакой роли не играет для алкоголика. Вот я осознал, что я алкоголик, в очередной раз жене поклялся, что больше не буду пить, а дальше-то что? А дальше очередная тема начинается. Я начинаю верить, что я действительно больше пить не буду. Я искренне в это верю. Когда я пообещал жене, я понял, что это всё, больше нельзя так пить, как я в прошлый раз напился. И всё опять повторяется. Всё опять повторяется. Я вот сегодня, знаете, думал, так вспоминал, как это всё происходило у меня в семье, когда я был женат. Я вспоминал, как моя жена на это реагировала. То есть начиналось всё с того, что мы вместе употребляли. Мы, в принципе, на этом познакомились. Вместе где-то употребляли, нам было весело, хорошо, но как бы у неё нет проблем. Для неё это весёлое времяпрепровождение, там выходной день, а для меня это обыденность. Это бытовуха для меня, бухать каждый день. Она сначала этого не просекла, да, и сначала ей было весело, как бы кайфово, и всё. Потом, когда она начала замечать, да, что у меня какие-то проблемы, она стала мне как-то намекать, как-то осторожно говорить, да. Я, естественно, не воспринимал, ну как, я говорю, да нет, ты чё, да всё нормально. Вон мужики вот у нас под подъездом сидят, бухают. Вот они в натуре алкаша, а я нет. Я же как бы нормально, ты чё, вон у меня работа там какая-никакая есть, и так далее. Потом уже начались ультиматумы какие-то, да, там, что ты типа или прекращай бухать там, или до свидания, да. Я говорю, всё хорошо, и сам действительно так думаю, что всё, я больше не буду бухать. И всё равно это не помогало. Потом она и злилась, там, и гнев я видел от неё, и безразличие, полное безразличие я видел. В один момент, когда я после запоя встал, проснулся, смотрю, она ходит, какими-то своими делами занимается, а как будто ничего не произошло. Вот это самое тяжёлое, наверное, было. То есть я в тот момент действительно понял, что что-то страшное я делаю просто, что что-то прям не то происходит просто. Ну и потом, конечно же, она перестала терпеть, выгнула меня из дома. У меня долгое время там была обида, конечно же, я там ещё сильнее стал бухать. Сейчас я уже понимаю, что наши близкие, они не обязаны терпеть. Ни один человек вообще не должен терпеть зависимого своего близкого. Конечно же, это всё сложно, когда касается близких людей, родных, да. Но, тем не менее, никто не обязан, тем более там супруги. Вот она жила там своей счастливой, спокойной жизнью. Одна была, а потом за пять лет брака со мной, она кучу проблем приобрела, двое детей, которые сейчас с ней, ну и так далее. Короче, ничего хорошего не вышло, она меня выгнала. Я продолжил бухать. И я понял, что если я в такой ситуации не смог сделать выбор, да, то есть мне конкретно говорилось, что или вот, пожалуйста, семья и дети, которых я любил и люблю, да, либо употребление. Я понял, что я не смог просто сделать выбор. Дело в том, что я как настоящий хронический алкоголик потерял вот эту возможность выбирать. У меня просто его уже не было. У меня был один выход, только бухать и всё. Ну и естественно всё катилось по наклону. Ну это вот что касается того, почему я называю себя алкоголиком. Да, вот из этого рассказа я как бы хочу просто такую черту подвести и сказать, что у меня были два основных симптома алкоголизма. Первое, то что когда я бухал, я не мог останавливаться. Я действительно не мог. Я только выпивал, у меня включалась тяга или аллергия, она у нас в книге ещё называется, то есть неправильная реакция организма на алкоголь. У меня включалась тяга непреодолимая, я всё, я не мог останавливаться. И в большинстве случаев я уходил за бой. У меня крайне редко было, чтобы я один только вечер там бухнул и всё. Там это единичные случаи вообще за всю мою жизнь просто. Вот. И второй, самый главный симптом, да, что у меня было алкогольное мышление, которое каждый раз приводило меня к первой рюмке, от которой мне нельзя поднимать, вот эта рюмочка стоит, да. Я знаю, что мне её нельзя, но я всё равно почему-то её поднимал. Несмотря на то, что меня там жена до этого выгоняла, несмотря на то, что до этого меня с хорошей работы уволили, там, со скандалом, с позором, несмотря на всё это, когда я видел эту рюмочку, все эти проблемы, они куда-то удалялись из головы, и я всё равно её выпивал. И вот эти вот два момента, которые были во мне, как бы, они показывают, что я алкоголик. Когда я пришёл в анонимные алкоголики, да, у меня уже, у меня как бы вообще не было сомнений в том, что я алкоголик, я пришёл, я спокойно сказал, что я алкоголик. Но мне стали рассказывать здесь на группах, да, что, что это такое наша болезнь, да, что она хроническая, что она рецидивирующая, что она смертельная. Вот. И по поводу рецидивов, кстати, могу сказать, да, что когда я здесь, нет, про то, что прогрессирующие заболевания ещё. То, что болезнь прогрессирует, я тоже в трезвости уже понял. Потому что я вспоминаю свои запои, когда я бухал, да, вот чем дольше я держался без алкоголя, тем сильнее были мои запои потом. Я всегда это чувствовал. Чем дольше я держусь, я прям даже знал, что думаю, нифига себе, я три месяца не бухаю. Вот думаю, наверное, если я запью, капец, что будет. И реально там такие безбашенные запои становились. Поэтому я точно знаю, что эта болезнь прогрессирует. Вот. Пришёл я в анонимный, значит, алкоголики, увидел здесь людей, которые рассказывали истории, как бы очень похожие на мои, я понял, что я тоже алкоголик. Но у меня как бы много сомнений было. Мне поначалу казалось, что от меня что-то хотят они. Что какая-то корыстья у них будет, какой-то подвох сто пудов будет. Ну и реально так оказалось. Подвох этот был. Мне просто сказали, что надо программу какую-то делать. Сказали, надо убрать спонсора. Я думаю, вот он, подвох, пожалуйста. Надо что-то делать, короче. Бабки пошли. Да. Ну, слава богу, бабки, конечно, мои никому не нужны были. И у меня их не было, в принципе. У меня всё пропито было. Но вот эта вот тема, которую мне сразу сказали буквально на первых группах, что мне нужен спонсор, мне нужна программа, они очень чётко сели мне в голову. Мне не очень хотелось это всё делать. Я не из тех чуваков, которые идут по правилам, делают так, как все делают. Мне наоборот, если все идут направо, мне надо налево пойти принципиально просто. Но когда мне сказали, что надо, в тот момент Бог мне дал такую готовность, что у меня не было никакого сопротивления. То есть мне если сказали, что надо, я просто принял, что ну да, значит надо. У меня просто выбора другого как бы не было. В анонимный алкоголик я пришёл, потому что я до этого много чего пробовал. Я там пробовал кодироваться, ну и другие всякие вещи, да. Я понял, что мне ничего не помогает. Поэтому я пришёл в анонимный алкоголик. И здесь мне начала помогать программа. Я, как мне и сказали, я взял спонсора, я начал делать программу. Постепенно моя жизнь стала меняться. И я понял, что это работает. Почему я сейчас продолжаю до сих пор ходить на группы, да, спустя 4 года? И почему я продолжаю делать эти шаги? У нас как бы нет такого, что ты один раз со спонсором прошёл шаги, и на этом всё, галочку себе поставил и забыл. Как бы нет такого, смысла нет делать таким образом шаги. Смысл в том, что когда мы проходим программу «12 шагов» со спонсором, мы проходим период такой обучения. А уже потом мы как бы должны всё это применять самостоятельно, на регулярной основе. И вот почему я продолжаю это делать, да, сейчас? Потому что несмотря на то, что я 4 года трезвый, я знаю, что я трезвый только благодаря Богу. Бог мне даёт силы следить за своим состоянием, анализировать своё поведение. Это в рамках 4 шага, да, в рамках 10 шага. Бог мне даёт эту силу, даёт мне эту бдительность духовную, следить за собой. И когда у меня появляются какие-то моменты, когда появляется какая-то злоба, не дай Бог, раздражительность, обида на кого-то или какие-то страхи, у меня для этого есть инструменты, которые я получил в программе. Если бы я начал ходить на группы и не делать программу, у меня бы этих инструментов не было. Я бы получал временное облегчение на группах, оно однозначно есть. Я это сам неоднократно замечал, что в каком состоянии не приходишь на группу, на выходе отсюда тебе всегда легче становится. Но дело в том, что я бы возвращался домой, меня окружали бы те же все проблемы, которые мне мешали всегда. То есть я бы получал облегчение только на группах. Но когда дело касалось бы каких-то проблем бытовых, на работе, где-то в отношениях или ещё, у меня бы просто не было инструментов с ними бороться. Я бы боролся ими привычным образом. А привычный мой образ – это агрессия в ответ на агрессию, это месть какая-то за какие-то обиды, которые зачастую мнимыми даже могут быть эти обиды, ненастоящими и так далее. То есть я просто понял, что мне нужна эта программа, она мне жизненно необходима. Поэтому я продолжаю её делать. На группы я хожу, потому что я как анонимный алкоголик в рамках 12-го шага я должен нести весть. И моя основная цель, когда я сюда прихожу, – это нести весть. И очень хорошо, когда новички приходят. Когда новичок приходит, это значит, что я сто пудов не зря сегодня пришёл на группу. Но это я сам для себя так думаю. А потом уже во вторую очередь мне приятно всех видеть, поболтать и так далее. Но я честно говорю, как есть. То есть когда я иду на группу, первая моя мысль, что я должен поделиться. Не важно, какой у меня опыт, нравится он кому-то, не нравится, но я должен рассказать. Не важно, какая тема. Я как бы приучил себя к тому, с помощью спонсоров в том числе, он меня очень хорошо мотивировал высказываться на группах, брать подопечных, чтобы спонсировать. Я приучил себя к тому, чтобы высказываться, не важно, какая тема. Потому что за этим я сюда и прихожу. Если это ещё и кому-то поможет, до кого-то дойдёт, там какое-то мое слово, то это вообще будет хорошо. Значит, я был полезным кому-то. В общем, так проходит моя сегодняшняя жизнь. И в целом, если сказать и сравнить с моей жизнью в употреблении, что у меня по итогу изменилось. Прошёл я программу. Если говорить, например, о такой сфере, как отношения, с женой я как тогда расстался, так мы до сих пор не вместе. Но это уже наше обоюдное совместное решение. Уже в трезвости. Мы просто адекватно поговорили вместе, нашли какой-то общий язык и поняли, что нам не стоит как бы вместе жить. И мы уже не сошлись. Но у меня появились новые отношения, в которых, слава Богу, всё хорошо. И это совсем другие отношения. То есть раньше, когда я с женой жил в употреблении, я постоянно врал ей. Я постоянно боялся, что она мой телефон где-то возьмёт там со стола. Не дай Бог, что-то в нём увидит. У меня там всегда пароли были, которые, конечно же, я ей рассказал всё равно. Но она как бы... Короче, страх у меня постоянно был. Я телефон старался спрятать, чтобы она его не видела. Не дай Бог, не взяла в руки. Сейчас у меня таких страхов нет. Сейчас я специально убрал все пароли с телефонов. У меня ничего нет. У меня вообще никакого секрета от неё нет. Про мою тему с алкоголизмом, как бы, ну мне пришлось её рассказать. Потому что когда человек становится для тебя близким, как бы невозможно это утаивать. Да и незачем, в принципе. То есть я ей как бы всё по-честному рассказал. Она на пару раз даже приходила на группы. Просто, видимо, интересно ей было посмотреть, да, что тут за люди, чем я тут занимаюсь и так далее. Но, короче, что я хотел сказать, да, что отношения вот с применением духовных принципов, которые, опять же, я получил через программу, да, и через сообщество, это совершенно другие отношения. У нас ещё не было ни одного скандала, мы уже вместе несколько лет там, да. Скандалов не бывает, потому что когда появляется какое-то небольшое даже недопонимание, у нас всегда какой-то разговор состоится. То есть адекватный, нормальный, серьёзный разговор. И не остаётся никаких недомолвок совершенно. То есть если её что-то не устраивает, мы разговариваем. Если у меня что-то там появляется, как бы, то мы тоже разговариваем. Все проблемы решаются сразу. Они не копятся, как бы, проблем с этим никаких нет. Ну, это сфера отношений, да, у меня кардинально всё поменялось. И слава Богу, да, если бы, опять же, ни шаги и ни программа, как бы у меня не было бы определённых инструментов, у меня бы этого не было. Я бы стал повторять свои ошибки из прошлых отношений, и, не дай Бог, это привело бы к употреблению. Ну, что касается работы. Употреблении, как я уже говорил, да, десятки работ я сменил. Сейчас вот я трезвый, у меня вторая работа в трезвости. И то не по моей вине, там просто закрылся мифаль. Я перешёл на другой мифаль. То есть у меня стабильность, как бы, в плане работы. И отношения поменялись с работодателями, с коллегами. Раньше я на работу, как на войну шёл. Я с утра вставал, такой полупьяный, короче, не выспавшийся, а ехал на работу, и я приходил, я уже злой. А злой я, потому что мне хотелось, как бы, бухать, а мне надо работать. Тут все эти коллеги, они подходят, спрашивают, как дела, там, туда-сюда. Мне так похрен на них. Я прям злился, срывался, вот просто ругался на ровном месте, как бы, с ними. И, как бы, не всегда доживал даже до конца рабочего дня. Мне только там какая-то овсака небольшая. Я шёл в магазин, бухал. И, то есть, бывало иногда, я доживал до конца рабочего дня, пьяненький, возвращался домой, дома уходить, докивался там до конца, короче. Я на следующий день опять ехал на работу, опять в таком же состоянии, и всё, короче, по-новое. Сегодня, конечно, всего этого безумия, слава богу, у меня нету. И с работодателями отношения меняются. Раньше, если мне что-то нужно было попросить, допустим, у начальника, я всегда испытывал какой-то страх, какое-то стеснение, потому что я знал, что я, как бы, недобросовестный работник, я знал, что я косячу постоянно. Мне стрёмно было даже подойти и попросить о чём-то, например. Сегодня у меня нет проблем, потому что, как бы, я знаю, что со мной ничего нету. То есть я прихожу вовремя, я отбиваюсь вовремя, я не ворую время у своего начальства. Если я отбился, я начинаю работать. Если я на выходе отбился, значит, я ухожу сразу домой, ну и так далее. То есть я, как могу, добросовестно выполняю свою работу. То есть проблем никаких никому не создаю. Вот в этом плане всё стабильно, да. Вот он в целом, если говорить о том моменте, как я, насколько я социализировался в обществе, да, в этом тоже, как бы, большой прогресс для меня произошёл. Потому что я раньше всегда был очень замкнутый. Мне не нужно было какое-то общение, как бы не было потребности, в принципе, в каком-то общении с людьми. Я только по какой-то необходимости серьёзной там с кем-то общался и всё. Я бухал постоянно один, мне одному было комфортнее, я сам был в себе закрыт и всё. Как бы на сегодня мне гораздо легче с людьми общаться. На сегодня я как-никак там чувствую где-то, что я бываю и полезным кому-то, и мне люди бывают полезными. Как бы отношения с людьми совершенно другие. Я никому не причиняю вреда, я стараюсь не причинять вреда. Потому что когда в программе я проанализировал свою прошлую жизнь, я выявил много ущерба, которые я причинял людям. Материального ущерба, морального, кому-то даже физического. Сейчас за четыре года мне нечего было бы написать в восьмом шаге. Там, где мы пишем, кому мы починили ущерб. Потому что если даже что-то по мелочи возникает, если, не дай бог, я кому-то какое-то слово скажу, я сразу же выражаю сожаление об этом. То есть всё это решается сразу, и всё это не в таких масштабах, как раньше было. Раньше я как считал там. И постоянно себя оправдывал. Я кому-то что-то плохое сделал. Ну ничего страшного, мне же тоже когда-то плохо сделали. Вот и я сделал тоже. А потом, когда я проходил программу, выяснилась такая вещь, что моя проблема – это не алкоголь вообще. То есть когда мы там, когда подходим к четвёртому шагу, оказывается, что алкоголь, ну не алкоголь наша проблема. А само наше употребление, алкоголизм, это только следствие нашего духовного заболевания. Вот это наше духовное заболевание, оно уже состоит из работы вот этих недостатков. В том числе из причинения учерба, из злобы, которая копилась всегда в моей жизни, в моей голове, из каких-то обид, которые там с детства торчали во мне. И всё это, когда ты тянешь, тянешь, и чем больше пьёшь, тем больше ты варишься в этом во всём, тем больше всё это прогрессирует, увеличивается. И вот это вот создаёт это духовное заболевание. А лекарство от этого духовного заболевания – это и было как раз в употреблении. То есть, исходя из программы, выяснилось, что, оказывается, я должен лечить вот эту вот духовную составляющую. И когда я начал выздоравливать именно от духовной составляющей, у меня пропала необходимость употреблять. И вот за это я благодарен Богу, за то, что моя жизнь изменилась настолько, за то, что у меня нет необходимости употреблять, за то, что я могу здесь сегодня сидеть с вами. Я благодарен спонсору за то, что когда-то провёл меня по шагам. Благодарен всем вам и каждому в отдельности за то, что вы здесь есть, за то, что вы сказываетесь. Я всегда всех внимательно слушаю. Бывает даже дома, потом после группы, вспоминаю, кто что говорил и что-то там обдумываю для себя. В общем, спасибо вам всем, спасибо Богу за то, что я отрезаю. Спасибо.